Нарушал общественный порядок. В Барнауле полицейские провели захват в жилом доме. Кто за этим стоит? В бийской многоэтажке расположился нелегальный хоспис. Гвозди, пинцеты и ложки. Необычную галерею с фотографий собрали в туберкулезной больнице для заключенных. В эфире наши новости в студии Елена Кузовкина. Здравствуйте. Сегодня утром в одном из многоквартирных домов по проспекту Красноармейском в Барнауле было шумно и опасно. К нам в редакцию поступило сообщение о том, что в одном из дворов даже слышны выстрелы. Позже выяснилось, что в полицию обратились местные жители с жалобой на буйного соседа. Как установили прибывшие на место правоохранители, мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, угрожал соседям и нарушал общественный порядок. Была ли действительно стрельба, не сообщается. Мужчина, закрывшись в квартире, стал угрожать полицейским применением оружия. Прибывшим на место происшествия сотрудникам управления Росгвардии по Алтайскому краю удалось пресечь его противоправные действия и разоружить злоумышленника. Сейчас 52-летний мужчина задержан. Проводится проверка, а следствию предстоит выяснить все обстоятельства происшествия. А накануне в Барнауле насмерть разбился 42-летний строитель. Он упал с 7-го этажа строящегося жилого дома по адресу 65 лет Победы. Это был его первый рабочий день. Он устроился по договору субподрядной организацией. Следственный комитет проводит проверку, в том числе на предмет соблюдения правил техники безопасности на объекте. До конца этой недели власти региона оценят подготовку муниципалитетов к паводку. Проверки завершат 30 марта. Но уже сейчас чиновники и спасатели заверяют, что первая волна в этот раз не станет неожиданной. Об этом власти края, как и других регионов Сибири, отчитывались на специальном совещании в Белокурьхе. Почти 600 миллионов рублей. Таков финансовый резерв края для паводка. Материальные ресурсы оценили дороже – 650 миллионов. Алтайские власти впервые обозначили суммы, с которыми регион готовится к большой воде. Первая волна, по прогнозам, придет в начале апреля. В муниципальных образованиях, попадающих в зону весенне-летнего полуводия, подготовлен к работе 191 пункт временного размещения населения. Общая вместимость у более 39 тысяч человек. Объем внушительный. Ровно год назад первая волна паводка уже топила предгорные территории. Первым ее встретил Краснощоковский. По словам жителей, о большой воде их никто не предупредил. Бежать было некуда, и пока люди прятались в домах, их скот тонул. От той волны пострадало 23 района. Сейчас в населенных пунктах вывозят снег, прочищают ливневки, но власти готовятся к различным сценариям. Мы понимаем, что не во всех городах есть полностью вся ливневая канализация. Мы понимаем, что есть объекты на территории соответствующих населенных пунктов, производственные, у которых есть шламохранилищ, есть отходы определенные. Оградить от большой воды должны и новые объекты. В Черышском и Красногорском районах строят дамбы, в Алтайском завершают ремонт двузащитных гидротехнических сооружений. Тем не менее, многое, подчеркнул Миняйло, зависит от прохождения волны по республике Алтай. По словам ученых, там пока ничего не предвещает беды. Снега в горах примерно на треть меньше, чем в прошлом году. И если экстраординарного ничего не случится, типа 2014 года, когда там осадков выпало, все, куча, то, естественно, ничего не будет. Власти же намеренно готовятся к худшему сценарию. Согласно ему, в зону подтопления в этом году попадут 204 населенных пункта с населением 42 тысячи человек. Анастасия Дороган, Наши новости. Покой жителей этой бийской многоэтажки нарушили не паводковые воды, а стоны и крики. Люди уверены, что на первом этаже жилого дома находится нелегальный хоспис – учреждение, где оказывают помощь незлечимым больным. На такие мысли наводят и то, что возле подъезда, как заявляют жильцы, регулярно появляется катафалк. Есть мнение, что это очередная преступная схема, и тяжело больных просто разводят на квартиры. Так ли это на самом деле, и кто за всем этим стоит, выясняли наши корреспонденты. Новые постояльцы в двухкомнатной квартире на первом этаже дома 11 по переулку Дружной появились в январе. И вот уже на протяжении трех месяцев жители панельной пятиэтажки наблюдают странные телодвижения. Бийчане уверены, что у них в доме организовали хоспис, и теперь нет никакого спокойствия. Костылем вот так вот бьют, то ли по полу, то ли куда, может быть, требуют, чтобы к ним подошли. Мы не знаем, какие люди с какими заболеваниями. А вы уверены, что здесь больные есть? Уверены, уверены, потому что приводят что-то на белых катафалках. Я лично сама. Приводят и заносят, и заводят, о чем еще говорить. Николай Шалаев единственный, кто пробрался в квартиру на первом этаже. От увиденного мужчина до сих пор пребывает в недоумении. Вы не представляете, весь периметр по квартире заставлен лежаками какими-то там непонятными. Слышны стоны, крики, затяжной кашель. Бардак настоящий. Люди обращались в полицию, но безрезультатно. Звонили в Роспотребнадзор, там тоже не помогли. Коллективную жалобу жильцы направили в свою управляющую компанию. Представителям обслуживающей организации удалось связаться с хозяином квартиры. Однако разговор был недолгим. Говорил очень отрывисто, коротко и сказал, что у вас нет фактов. Вообще это моя квартира, у меня живут знакомые. Юристам управляющей компании подготовлены и направлены письма в прокуратуру, жилищную инспекцию, а также управление Бийской полицией. А тем временем мы вместе с жильцами пробуем зайти в четвертую квартиру и посмотреть, что и кто там внутри. Достучаться удалось не сразу. Дверь квартиры открыл мужчина. Он пояснил, что ухаживает за пожилыми людьми. На заднем плане видно, как из стороны в сторону ходит женщина. Еще один пенсионер сидит в кресле. Никаких посторонних звуков из этого помещения не доносится, говорит Бийчанин. При этом добавляет, что и соседи ведут себя не совсем тихо. Ночью спать невозможно. Вот здесь вот топают, сверху там дети какие-то кричат. Вот здесь вот вообще бегает и бегает кто-то постоянно. Вот так вот там. Дети бегают. Это мы вам мешаем. Как удалось выяснить, эту двухкомнатную квартиру на первом этаже сейчас снимает Анастасия. Точнее, жилплощадь предоставил ей один хороший человек. И здесь, так скажем, находится некий приют для людей, которые оказались в трудной жизненной ситуации. А вот на какой основе, платно или нет, нам не пояснили. Кстати, многие наши вопросы так и остались без ответа. Что это вообще за организация? Мы не организация. Я не хочу отвечать на эти вопросы. Просто мы хорошие люди, которые помогаем другим людям. Никаких отмываний денег, отмываний квартир и все такое прочее нет. Я вам говорю, что это мои подопечные, все, которые нуждаются в уходе. И живем мы там на временной основе по, опять же, то, что нам разрешил очень добрый человек, приютил. Все. Добавим, что уже к концу этой недели квартиру, в которой сейчас находится приют для лиц, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, пообещали освободить. А вот насколько законна вся эта деятельность, предстоит разобраться с сотрудниками правоохранительных органов. К этой теме мы еще вернемся. Евгений Плохотин, Иван Зяблицкий. БИСК. Специально для наших новостей. К этой теме можно возвращаться постоянно. Актуальности она не теряет. Тем более, что по данным статистики, Алтайский край находится на восьмом месте по числу умерших от СПИДа. Число больных тоже растет. Порой человек даже не ожидает, что тест на ВИЧ может оказаться положительным. Какой путь в заражение сейчас самый распространенный? Как обезопасить себя от вируса и что делать, если вы уже больны, расскажет Андрей Дрерь. У Светланы ВИЧ. Вирус иммунодефицита человека. Он приводит к неизлечимому заболеванию СПИДу. Три года назад женщина узнала, что больна. У меня был незащищенный секс. Вот поэтому я пошла сдать тест. У меня был сомнительный сначала результат. Время ожидания три месяца. Меня отправили на три месяца. То есть это окно, когда я ждала. Потом пересдала тест. Пришел положительный. Половой контакт без контрацепции – один из главных путей передачи вируса. В крае статистика зараженных ВИЧ не лучшая по стране. По итогам прошлого года наш регион оказался близок к десятке худших. По некоторым показателям 12 место из 85. Главный врач Краевого центра по борьбе со СПИДом Валерий Шевченко говорит, что позитивные изменения все же есть, но пока незначительные. По итогу года отмечено, что темпы прироста несколько уменьшились на 3%. Меньше новых случаев, чем в прошлом году. В целом ситуация остается напряженной. И об этом нужно говорить. И еще много предстоит приложить усилий, чтобы ее изменить радикально. Помочь врачам, как всегда, просто. Самому следить за профилактикой. Пользоваться презервативами. Как минимум, не брать чужие шприцы и бритвы. Если подозрения все же есть, в центре по борьбе со СПИДом проводят бесплатные анализы. Направление, конечно, могут дать и врачи. А можно пройти самому. Сделать экспресс-тест и уже через 15 минут узнать результат. Если нет никаких особых медицинских показаний, вам все равно необходимо пройти этот тест. Если у вас был незащищенный половой контакт, вам делали пирсинг или татуаж. Тем более, совершенно безопасно. Я сейчас сам пройду этот тест. Он быстрый, стерильный, все предметы одноразовые. Начнем? Все анонимно. Вам дают личный номер, а потом за закрытой дверью называют результат. У меня он оказался отрицательным. Вируса нет. А вот у двух из 17 пришедших сегодня положительный. Таких пациентов тут же отправляют в лабораторию, этажом выше, чтобы проверить данные уже на другом анализе. Если вовремя обнаружить вирус, то врачи и препараты помогут продолжить полноценную жизнь, как у нашей героини Светланы. Чувствую я себя прекрасно. Качество жизни у меня никак не изменилось. Я работаю, у меня семья. У меня взрослая дочь, я живу с мужчиной. Все прекрасно. И принимающий препараты, и пренебрегающий ими, любой больной ВИЧ безопасен для социума. Как говорят среди людей с этим вирусом, если хотите знать, как выглядят больные ВИЧ и с ПИДом, посмотрите в зеркало. От здоровых они ничем не отличаются. Андрей Дриер, Николай Шилко. Наши новости. Эти люди попадают в больницу после того, как глотают острые предметы. Ножницы, гвозди, пинцеты, ложки. В краевой туберкулезной больнице собрана уникальная коллекция снимков с предметами, которые глотают заключенные. За 50-летнюю историю стационара насчитывается около сотни подобных происшествий. Валентина Аскерова узнала, ради чего осужденные рискуют своей жизнью. Попал в изолятор и проглотил ложку. В результате Антон загремел на хирургический стол. В принципе, как и хотел. Осужденного из Барнаульской исправительной колонии наказали за курение в неположенном месте. Поместили в штрафной изолятор. Заключенному это не понравилось. Говорит, там нельзя было даже позвонить родным. Ему захотелось в больницу в более комфортные условия. Правда, для этого пришлось рискнуть здоровьем и съесть ручку от столовой ложки. Даже колонию и больницу сравнивают здесь намного лучше. Здесь все врачи относятся так, как будто они не осуждены, а просто пришел на прием. Этого не хватает? Да. В колонии не хватает. Там ты действительно отбываешь наказание. А здесь к тебе как вольному человеку относятся. Инородный предмет, который хирурги достали щадящим путем, при помощи ФГДС мог повредить желудок. Ликомысленный поступок, о котором Антон теперь жалеет, мог привести к инвалидности или даже смерти. Как нам рассказали медики туберкулезной больницы, подобные случаи происходят в колониях по всему краю. В стационаре для заключенных накопилась даже целая галерея снимков с канцелярией, строительными и бытовыми предметами, которые глотают осужденные. Скобы от кроватной сетки, проволокой, шурупы, ножницы и 20-сантиметровый гвоздь. С ним заключенный проходил целую неделю. Все это время он был в желудке. Гвоздь мог в любой момент проткнуть жизненно важные органы. Заключенный едва не умер, но повезло. Только в прошлом году инородные предметы успешно извлекли у четырех заключенных. А за 50-летнюю историю туберкулезной больницы медики достали из организмов осужденных около 100 острых предметов. В основном протестное, я еще раз говорю, демонстративное поведение. То есть они протестуют против каких-то режимов, против порядка, против каких-то личных проблем. То есть у человека личные проблемы. Он таким образом проявляет протест и заявляет о себе. А заявлять о себе не только опасно для жизни. За члена вредительства, именно так называют опасные игры с острыми предметами, грозит наказание. В этом году краевой туберкулезной больницы, куда доставляют заключенных со всего Алтайского края и Республики Алтай, исполняется 55 лет. Это многопрофильный стационар. Заключенные получают здесь самую разнообразную медицинскую помощь. Правда, в особом подсчете, как мы поняли сами и, как рассказал начальник больницы, терапевтическое и хирургическое отделение, они заполнены всегда. Валентина Аскерова, Александр Антропов. Наши новости. В завершении выпуска о погоде спонсор прогноза компании «Эвалар». Замените свой обычный чай на чай «Эвалар Био» из целебных трав Алтая. В чаях «Эвалар Био» вся природная сила Алтая для вашего здоровья. Спрашивайте в аптеках. На большей территории края тепло. В Бийске до 8 выше 0, в Рубцовске до 10. В Белокурихе 13, в Барнауле пасмурно. Ветер восточный слабый. Ночью до минус 1, днем до 7 выше 0. Напоминаю, телефон редакции в Барнауле 722 440. А у меня на этом все новости. До встречи. Субтитры подогнал «Симон»!